Когда у человека очень много чувства собственного достоинства, то есть связи с Богом, когда у него есть силы, то он может сделать другого человека счастливым. Что такое чувство собственного достоинства? Это Бог тебе показывает, как ты живешь. Если ты хочешь о всех заботиться, всем служить, хочешь просить прощения, это признак силы человека. Прощать хочешь, значит ты хочешь, чтобы у тебя удачливая жизнь, правильно была. Простить всех. Допустим, человек совершил очень подлый поступок. Можешь его наказать, никто не запрещает, но прости обязательно. Почему? Потому что если ты не прощаешь его, значит ты Богу говоришь, я хочу, чтобы ты меня испытал на такой же поступок. Если ты не прощаешь, значит ты гордишься перед этим человеком, ты говоришь, а я могу выдержать такое испытание. Мой один знакомый, он очень сильно осуждал моего другого знакомого, который бросил жену. Я говорю, ну ты как бы можешь наказать его, не общаться с ним, но осуждать не надо. Он говорит, не, подлец, осуждал его. Прошло немножко времени, он сам бросил жену, еще хуже. Почему? За что боролся, на то и напоролся. Если ты такой крутой, все у тебя подлецы, ну выдержи сам этот экзамен. Вот дана тебе вот девушку красивую и попробуй остаться женой. И все, и крыша съехала, ушел другой. Понимаете, о чем я говорю? Осуждение означает, что ты не можешь простить, значит ты гордишься собой. Ну Бог тебе обязательно эту гордость уберет. Если ты такой крутой, ты такой святой, ну хорошо, давай испытаем тебя. Конечно, некоторые выдерживают испытание, но в основном нет. Потому что когда человек может это испытание выдержать, он знает, как это тяжело, поэтому он прощает. Прощение означает знание. Ты знаешь, как тяжело остаться с женой, поэтому как, ну ладно, что делать? Накажем человека, но как бы делать нечего. Не сдал свой экзамен человек. Некоторые люди завидуют, вот он может бросить жену, а я не могу. Гад такой. Ну потому что его завидуют, потому что не знает будущего, не знает, что дальше с ним будет. Это ему кажется только, что у него будет там счастливая жизнь. Это просто иллюзия. Субтитры создавал DimaTorzok